Дорогие мои друзья, когда правительству делать уже нечего, когда уже почти кричишь караул, то в это время очередная элегантная идея вдруг посещает головы наших чиновников. И так это было 21 ноября 2019 года. Подстава из подстав, как россияне весь день провели в очередях. Причем в дурацких очередях это диспансеры, это сдавание крови. И это все якобы для того, чтобы получить справку, которая потом будет стоить гораздо дороже. Бедных россиян опять развели, развели как лохов. Ну, на деньги это первое. Развели на деньги. Вы бы в жизни не пошли в эти диспансеры сдавать и еще в очередях, и еще тратить свое рабочее время, драгоценное. А что же произошло? Я вам расскажу в конце ролика, что конкретно хотели сделать чиновники. И так, четверг, 21 ноября, россияне провели в многочисленных очередях. В наркодиспансеры. Водители хотели успеть получить медицинскую справку по старым правилам и ценам. Здесь самые важные цены. Россияне, ну, вас разводят как лоха на эти старые цены. Ведь этого всего может и не быть, и не нужно будет вам через каких-то несколько месяцев, но сегодня вас разводят на те старые цены. Не кидайтесь никогда вот так, очертя голову, что якобы цены сегодня лучше, чем будут завтра. С 22 ноября, о чем большинству стало известно в последний момент, пришлось бы сдавать обязательный анализ на алкоголизм. А стоит он в разы больше обычной справки нарколога. В середине дня после взрыва в соцсетях в СМИ Минздрав объявил о том, что откладывает вступление в силу этого приказа на неопределенный срок. А Владимир Путин назвал такой приказ... чушью. Узнал об этом из СМИ информации. Чушь какая-то, просто не знаю. У нас минимальный уровень оплата труда, размер оплата труда, 11 280 рублей. Такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Ставим, потому что не уж какая. Если студенты, значит ты чего? Они должны будут отдать ползарплаты своей. Только за справку? Но чушь-то чушью, а народ-то уже отстоял. Весь день 21-го был потерян. Но помните, я вам говорила, цифры с 21-е на 22-е. Очень важные цифры. И здесь самое главное было вывести мужское население, да еще чтобы оно сдало анализ крови. А вот здесь, пожалуй, кроется самое большое и загадочное преступление против человечества в нашей стране. И теперь, конечно, президент может говорить, что это чушь. А Минздрав может теперь кричать, что он откладывает. Видите, не кидайтесь в первый день. Не кидайтесь вы на ту сумму денег, которая якобы потом будет больше. Причем этот бум сделали в соцсетях, конечно, и буквально за один день. Вот за один день подняли население страны. Какой-то эксперимент, как вы понимаете. Такой вот эксперимент смешной над всеми вами, над народом, над тем, кто хочет получить справку водительскую. Да еще и подешевле. Но не бывает подешевле. Вы помните, как балда и черт. Не гонялся бы ты черт за дешевизну. А теперь вы получаете то, что вы получите. Надо сказать, не очень радостное сообщение. Я вам хочу сделать по этому поводу. Вот здесь один человек говорит. Я вчера вечером в интернет залезла, листала и случайно увидела. Говорит одна женщина, даже не знаю, мы пришли сами, офигели, что народу столько. Но это такой разговорный язык народный. Два часа стоим, два врача прошли. В основном стояли у регистратуры. Конечно, на завтра обещали повышение цены в два раза больше. Сейчас это стоит 450 рублей, а потом будет полторы тысячи. Вот и стоим, говорит народ. А со следующего года, слышал, еще хотят какие-то анализы сделать. Там вообще будет три тысячи, рассказывает какой-то парень. В куртке он стоит возле шагбаума, в самом конце очереди. Перед ним только на улице человек 20. Вы понимаете, вот эти слухи, которые распространяются, так легко вбрасываются в толпу, а толпа так легко бежит за этими слухами, только потому, что якобы им придется платить. Вы понимаете, как легко развести толпу на том, что завтра вам будет еще хуже. То есть сегодня вам не в моготу, но завтра будет еще хуже, и поэтому беги толпа. А куда она бежит? Никто не подумал. Конечно, можно сказать, да, 450 рублей – это не три тысячи, а анализы для водителей. А ведь вы знаете, что основное население, которое энергичное, они всегда имеют права. Именно самые энергичные. Им вечно куда-то надо, они куда-то спешат. И именно на этих парусах к ним ворвались анализы. Зачем сделаны были эти анализы, друзья? Я хочу, чтобы вы задумались, для чего делаются такие анализы. Ведь одно дело – вы сдаете кровь. Другое дело – вас во время этих анализов могут заразить шприцами, которые якобы разовые. Но, как вы знаете, у меня накануне вышел ролик о Болговещенске, где детей заражали иглами. Ну, а потом возбудили дело по тому, что санитарные нормы у меня были соблюдены. А дети заразились гепатитом С. Страшно, потому что это уже все. Это неизлечимая, как говорят, болезнь. Поэтому здесь вас тоже могли. Все основное население, энергичное население России, могли вот так запросто через одного заражать иглами. Пока вы этого не увидите. Но бегите, сдавайте теперь заново кровь на гепатит С. А может быть, еще на что-то мы никогда не знаем. Ведь рак тоже болезнь передаваемая. А если учитывать тот фактор, что наши чиновники наверху, которые, ну, как нам говорят, продались. Кому продались – непонятно, потому что здесь фактор продажи, он такой относительный. Однако же так говорят в народе. Опять-таки, опять-таки так говорят. И они, эти чиновники, готовы уничтожить все свое население. Так если они готовы уничтожить все свое население, так вот этот бум, когда, извините меня, сам народ побежал колоться, а это, друзья, очень важный фактор в вашем менталитете. Потому что, не додумав, а подчиняясь соображениям и валу толпы, вы вдруг пошли за народом, который решил пойти колоться, колоться и зарабатывать себе лишние болячки. Это первое. Второе. Ваша кровь. Это генетика. И мы знаем, что сейчас созданы некие летающие дроны, абсолютно маленькие, со стрекозу размером, но которые именно по генетическому состоянию крови человека могут вдруг нападать на человека. Ему дан приказ. Дан приказ ему на Запад. Ей в другую сторону уходили дроны на войну против человечества. Вот так. И сейчас с нами может случиться, что дроны, получив анализы вашей крови, через некоторое время будут направлены на Запад и на Восток России для того, чтобы расправиться с людьми. Конечно, для вас это может показаться фантастикой, это может показаться чем-то бредовым, но мое дело вас предупредить. Это единственное, что я могу сказать, потому что менталитет человека не хочет задумываться. Если вы не хотите задумываться, друзья, то с вами будут случаться вот такие именно ситуации, когда вас заставят сдать и кровь, вас заставят сдать всякие анализы, и вы как, ну да, рабы, рабы пойдете сдавать эту кровь, потому что кто-то где-то сказал, но тут же президент отказался, от этого и сказал, это чушь, а Минздрав отозвал. И что вы теперь будете делать? Кому предъявлять претензии? Я вас поздравляю с тем, что взяли ваш генетический материал, а теперь неизвестно, что будет с каждым из вас, потому что это уже может уйти в лаборатории, которые разрабатывают какое-нибудь биологическое оружие и будет направлено в вашу генетику, друзья. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Ну что же, давайте смеяться сами над собой. Над своей дурью, господа, водители. Не сдавайте кровь, не ходите на анализы. Все это чушь. А за деньгами погнали за дешевизну, как тот самый черт, который бодался с работником попа-балдой. Ну, для этого нам и Пушкин дан, чтобы мы изучали свои пороки на таких сказках Пушкина. Пушкин Продолжение следует...